Сегодня в доме, где проживают Рамазановы, в поселке Чебокса побывали оперативники. Полиция собирает информацию о пропавших. Буквально это денька три-четыре назад видел ее машина, ее выезжала, у нее белая машинка, кияшка. Вот, я еще встретил, там мужа вчера видел я его, ее там Марсель зовут мужа. Да, да, да. Вот. Ну что, живем, что знаем. Нет, мы не знали об этом. Известно, что в путешествие семья Рамазановых отправилась без отца. В воскресенье утром мать с двумя детьми вышли в путь. Старшей дочери Дине 14 лет, младшему сыну Чингизу 6. Через два часа их видели на кордоне парка. Семья планировала покорить вершину Большого Иремеля. Это гора вторая по высоте вершины Южного Урала. Семья отправилась сюда без сопровождения. Обратно они не вернулись. На место происшествия выдвинулись силы и средства аварийно-спасательных служб республики Башкортостан, оперативные группы главного управления МЧС России по Челябинской области и Ашинского гарнизона пожарной охраны. Также на поиски отправлено четыре группы областных спасателей из Усть-Катавского, Златоустовского и мобильного отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Из Екатеринбурга для помощи в организации поиска граждан вылетел вертолет Ми-8 Уральского регионального центра МЧС России. Минувшей ночью в районе поиска был мороз до минус 22 градусов. Известно, что у казанских туристов не было с собой спичек, теплой одежды и еды. По словам менеджера туристической фирмы, горы таят в себе множество опасностей и без особой подготовки туда идти нельзя, тем более с детьми. В первую очередь, как я уже говорила, это запастись информацией. Это узнать, изучить местность, куда ты можешь изобрести, куда ты можешь зайти, запастись с телефоном спасателей обязательно. Обычные телефоны наши сотовые, тем более смартфоны, они очень быстро садятся, тем более в холоде. Поэтому очень важно, конечно, быть на связи всегда. Это пользоваться рацией, брать с собой рации. Всегда можно выйти на чью-то волну, попросить помощи. Искать пропавших в горах будут и ночью. Работа не остановится до тех пор, пока казанская семья не будет найдена, заявили в МЧС Башкирии. Как только о происшествии узнал глава семейства Марсель Рамазанов, он тут же уехал в Башкирию следом за своей семьей. Нам удалось с ним созвониться. Мужчина находится в шоковом состоянии и не обладает информацией о своей семье. Я как бы, ну, да, выехал на место. Я хотел спросить у вас, какие у вас будут советы, как конкретно помочь, как бы найти. Вот так вот. Вот так вот поиски ведутся. То есть, вот так вот, такой информации конкретно больше пока никакой. Пока я не имею в виду еще. Кстати, это уже не первый случай исчезновения туристов на горе Иремель. В феврале при восхождении на гору потерялся 37-летний житель Челябинска. К поискам туриста приступили через два дня. Тогда мужчину нашли живым, но сильно замерзшим. Эльвира Шарафиева, Игульна Замудинова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.